А то вот это начинается. Желаю, чтобы никогда у вас в жизни не было таких же ощущений, как испытывает этот ноутбук, когда из него высовывают USB-порт. А на самом деле это редчайшая, можно назвать ее редчайшей версии исполнения HP Павелина. Одного из, это Star Wars. У него своя специфическая тема. Это парень из Америки себе заказывал, принес и посмотри, какая красотища. Достаточно редкий аппарат и очень симпотный. Около 70 тысяч в свое время стоил со своей такой специальной. Вообще любая вещь, которая создана немножко с особенным оттенком, вызывает бурые эмоции. Конечно, свои особенные звуки тоже прикольно. Ну, а я вас всех еще раз поздравляю и, вернее, вам говорю большое спасибо, потому что благодаря вам 100 тысяч людей подписаны, смотрят, интересуются. Это дает очень мощный толчок развития для нас и для многих крутых идей. А ребята, мы хорошие. Я в это искренне верю, по крайней мере, пока еще. И мы это все дело, всю эту энергию направим в благое русло. Но вы, как всегда, в компьютерной мастерской. Я, Даня, у нас есть. Киперт Рантоха. Нереально брутальный мастер Ваня, который выкрутит все, закрутит все, что нужно. Конечно же, слово обязательно. Вы все любите и уважаете. Сашка влетел в кадр на ногах. Уже пару ноутбуков ребята успели поднять. Мы пишем на петличку, потому что нормальный микрофон у нас разлетелся. Но, возможно, для вас это будет лучше звуком. Но на момент этого видео еще не 100 тысяч человек, друзья. Потому что сегодня мы проводим стрим. Я сейчас тоже покажу. А на момент этого видео... А на момент этого видео у нас... Обновляем. Обновляем. Смотрим. 99 тысяч 853 человека. То есть мы еще находимся с вами в прошлом, но заранее я вас говорю огромное спасибо за будущее свершения. Начнем. Все-таки возвращаемся в компьютерную тематику. Потому что канал-то у нас посвящен не только балабольству, а конкретным штучкам, которые конкретно работают. Что я бы хотел сделать? Это как раз сборочка. Тоже супер бюджет. Назовем это супер игровой бюджет. Я хотел на ваших глазах показать, на что этот супер бюджет... Мы буквально вчера собирали сборку похожую. В данном у нас случае здесь Ryzen 3 1300X. Лучше показывай. Я тебе буду пальцами тыкать. Смотри у нас. Третий Ryzen 1300X. Две планки по 8 гигабайт. Причем материнка у нас в этот раз у нас получше. Это у нас AB350M от Гиги. Уже четыре слота под оперативную память. Есть SSD-шка PCI-Express. Жарко. То есть да. Ну еще оба тыках хотел. Достаточно бюджетная, скажем, начальная мать, которую я бы людям уже рекомендовал. Потому что все-таки четыре слота SSD-шка PCI-Express. То, что нужно для счастья и под нашу бюджетную сборку. Она абсолютно новая. У нас новый классный корпус от S3 Zalman. Чем он классный? Классный опять же своей ценой. Классный тем, что собирать на нем все это удобно. Все это смотрится лаконично. Итак, третий Ryzen 1300X. 1060 от Polit у нас. Видеокарточка на 3 гигабайта. Две планки по 8 гигов. Опять же они такие простенькие. Работают сейчас чуть-чуть в разгончике на частоте 2800 МГц. Блок питания. Заклеили наклеечкой, чтобы вы не сильно не переживали. Но это, скажем, твердая четверка за свои деньги. Это Aircool VX500+. Друзья, ну, Aircool нам очень много заплатил. Поэтому мы вынуждены его рекламить. Тут никак не крути. Но заклеили наклеечкой, чтобы он сильно не отвлекал. Новый блок питания за 1600, по-моему, да, Ванька? 1650. В принципе, с горем пополам вытягивает вот такую сборку без каких-либо проблем. Чувствует себя прекрасно. По 12 вольтовой, по-моему, где-то 465 ватт у него вроде как заявлено. Посмотрим, на что эта штуковинно способна. SSD-шечка, над 120 стоит терабайтник. И самый главный этот тест, конечно, на Assassin Odyssey. Посмотрим, как он себя чувствует. И я вам скажу заранее, очень даже приятно и неплохо. Все, что относится к бюджету, я считаю, это очень полезно для народа. Потому что народ в основной своей массе, конечно, жиру не бесится у нас ни в коем случае. Все хотят себе за относительно недорогие деньги собрать, быть на передовой, играв с последней игрушкой. Эта сборка как раз один из таких вариантов, которые прекрасно подходят. Берем, что бы я сейчас рекомендовал, скажем, в бюджете до тридцатки. Покупаем простенькую мать на М4, вставляем хотя бы тот же третий Ryzen. Да даже отлончик какой-нибудь там трехтысячный, без проблем под вашей задачей подойдет. 1060 СБУ рынка, она там в районе 6 рублей плюс-минус обойдет, 6, 7, 8, в зависимости от памяти ее типа. Это просто связка, которая тянет самые последние ААА тайтлы без каких-либо проблем. И сейчас мы в этом с вами убедимся на примере бенчмарка в Assassin's Creed Odyssey. Очень неплохая штуковина. И заодно сразу расскажу тоже про вот этот корпус, чем мне нравится. Во-первых, у него нет никаких косяков с салазками под жесткие диски. Мне очень нравится, когда ты достал эту салазочку, вставил жесткий диск, буквально один болтик затянул и вставил это обратно. На многих ты должен что-то мудрять, то есть они там фиксированные. Здесь же все гораздо удобнее. Достаточная пространство на боковой панельке, все необходимое здесь есть. Он, конечно, с точки зрения супер продуваемости не блещет, потому что у нас цельная передняя крышка, но смотрится достаточно стильно, аккуратно и в общем можно спокойно порекомендовать. Мы летим, мониторинг у нас не запущен, но средненько у нас, по-моему, сейчас в районе 50 кадров где-то держится. Буквально включимся с вами через секунду, чтобы увидеть конечный результат. Ну что сказать, это Full HD, высокие настройки, средних 49 кадров в секунду, просто счастье полные штаны. Вчера у нас, по-моему, было с разеном 3200G, тоже связки здесь 60, но 8 гигабайт оперативной памяти было где-то в районе 44 было. То есть прекрасная основа, которая смело будет служить на Full HD, высокие настройки, играть практически в самые последние игрушки без каких-либо проблем. Замечательно, учтите, что такая сборочка просто отличная. Парни, я думаю, она будет служить долго и счастливо. Следующее, к чему мы переходим, это, конечно, мы сейчас подвосстановим обязательно, вот этот уже с человеком обсудили. Подвосстановим, вставим простенький блочек, вставим, иди сюда, покажу тебе видеокарточку под названием, вот она, наверное. Вот такая вот симпатяшка, тоже от гигабайта, на сколько она у нас идет. Это 750, по-моему, даже TI на 2 гигабайта. Это самое шикарное видло было в свое время, когда вы хотели забюджетно поиграть во все, что угодно. Это, по сути, 1050 TI своего времени, так их можно относить, это практически тот же самый сегмент. Вставим, посмотрим, на что у нас способен Quad 9400, связки с этой видеокарточкой. Я думаю, тоже будет полезно. Все-таки вдохнем немножко жизни в эту аппаратуру. И, конечно же, хотелось бы передать, вот смотрите, какой уровень поднялся в плане... Да, у нас здесь еще немножко эхо, потому что мало мебели, но какая подготовка к стриму. Антоха, специально для вас, тут будет три камеры стоять, возможно, даже переключать. Где-то он ориентовал вот такой, как называется, Антоха? Blackmagic Atomini. Может, когда-нибудь накопим, купим себе сами. Сборочка Антохина, она вот как бы сборочка, которая не дособрана, но там пятый Ryzen 360 и 1070 TI. Все прекрасно. И сегодня мы попробуем вот на этом диване вам чего-нибудь повещать, с вами поболтать. Не сегодня, вернее, мы с вами уже повещали. Так что движемся супер. Что бы еще хотелось подрассказать, показать. И во что бы окунуться максимально приятно. Так много всего, даже не знаешь, за что взяться с первого раза. Конечно же, наверное, все-таки мы заглянем внутрь вот этого шикарного Acer 8930 и посмотрим, на что он способен. Вот. А Ванька сейчас заглянул в беды. Это у тебя на чем, Ванька? Вот такая красота. Кстати, тут, по-моему, GeForce 105, то есть самое первое поколение GeForce. Да, пошло без никаких проблем. И тут камушек у нас какой идет? Сейчас посмотрим. Т4300. То есть, в принципе, без проблем сюда можно тоже делать апгрейд, вставить более мощный процессор. У человека этот Tessero в очень аккуратном состоянии до сих пор дожил, а аппарату уже один за двенадцать лет практически. Ладно. Включаемся в работу и подключим, когда действительно будет что-то интересное. Так. Вот так вот выглядит печальный системник на 750-ой Ti Q9400. За такую основу раньше можно было другу, друга придать. А сегодня это все уже тестится и работает. Немножко подоживили этого красавчика. Ну, посмотрите, что творится на канале. 99 997 человек. Саша, есть тебе что сказать? Между прочим, у нас сейчас буквально через минутку семья превратится в 100 тысячную. 100 тысяч человек в нашей семье. Скажи что-нибудь народу, Саня. Алиментов на всех не хватит. Алиментов на всех не хватит. Ванька тоже. Давайте пятерочку, мужики. Посмотрим. Да, оператор Антоха почему-то в исторический момент решил прогулять. Видимо, ему не очень нравится наша культура. Ну-ка, посмотрим. Блин, ядрить, колотить. 99 998. Мы не одиноки. На этой планете есть еще жизнь. Это очень здорово, то есть, ну... 999 998. Вот это ни черта себе. Есть такой момент? Если у вас лучше, когда будет 1099, сфоткаешь, ладно? Сюда нажмешь. Обалдеть. Что хочется сказать? Безумно приятно, безумно круто, что вам нравится, что вы находите полезное что-то для себя. Ну-ка, обновляем. Все! Мы пропустили момент, но это красиво. Слушай, сфоткай. Сфоткай. Ровно соточка. Обалдеть. Она в том, а там фоткает? Да, да, да. Все, да, все. Та-дам! Ну, это уже серьезно. Это событие крутое. Сегодня, вернее, для вас-то было уже, но мы проведем сумасшедший стрим, чтобы всем было красиво. Огромный респектос, мужики. Вот серьезно. Уже, наверное, и больше, если еще разочек обновиться, то может уже и... Миллион. Нет. Нет, не миллион. Давай еще раз кулачок, Санька. Молодец. Всем рекомендую продолжать в том же духе развиваться и вообще делать крутые чуваки. Спасибо, спасибо огромное, что прям заходит. Заходит искренне. Ну, супер. Движемся в будущее. Ждем Антоку, когда даем ему привет. А то это совсем не дело. Да, возвращаемся к компьютерам. Полная замена поддонов сейчас была произведена на Lenovo. Настройка системы на Acer. Этот, как я уже сказал, готов. Тот тоже готов аппарат. Здесь пытаемся на свежий бук, который идет под десятку, залепить семерку. С этим неопределенные проблемы тоже всегда присутствуют. Здесь же, что хочется сказать. Просто говорят индикаторы. С Asus X550 тоже обязательно с ним разберемся. И, в общем-то, жизнь прекрасная. Спасибо. Просто слова благодарности. Жалко, что, конечно, наш оператор решил, я просто это пишу без микрофона, поэтому на звук делайте встречку. Ну, все. Ну-ка. Иди сюда. Иди сюда, Антох. Иди сюда. Иди сюда. Да, зайди. Уже сотка есть? Я пропустил самое интересное. Как лошара. Какое оправдание ты скажешь, что все пропустил? Я ничего не пропустил. Я был с самого начала, ребята. Я с 1600 подписчиков с вами. Алдета с 20 подписчиков. Что ты мне рассказываешь? Это Алдета. У тебя батя там придет сейчас. Это настоящий Ол. Блин, класс, короче. Это круто. Молодец, Антоха. Блин, сколько мы с июня месяца, да? Да. Без тебя бы это не получилось точно так быстро. Красавчик. Эх, ребята, вообще, короче, блин, это кайф. Аааа. Смотри еще сейчас. 100 минут 10. А вообще кайф. Блин, слушай, достижение, это круто. Молодец, молодец, Антох. Пошел плакать. Иди плачь. Продолжаем компьютерную некрофилию. Вот сейчас Сашка раскрутил аппарат, который с индикаторами про АСУ сказали. Ну и, собственно, Сашка, на тебе дам главное слово, поскольку ты им занимаешься. Скажи типичнейшую ошибку неграмотного пользователя, вернее, человека, который решил самостоятельно что-то сделать. Как не надо менять кайф. Ну, что характерно бросается на первый взгляд, отсутствие защитного слоя. То есть здесь была пластина и здесь тоже. Между платой, то есть оставил открытыми металлические поверхности. Тоненькая, маленькая пластина пластмассовая, которая защищает как раз таки от контакта. Да, не пластмассовая, это пленка. Ну, пленка, пластик, да. Как ни крути. И, соответственно, парень поменял клавиатуру. Это все дело закрутил. И теперь вещь и пропала. Что, куда и где. Кстати, модернизировал. Да, модернизация серьезная. Это должна, кстати, быть часть на клавиатуре. Да, это часть. Собственно, теперь самое... У нас также говорят индикаторы, картинки нет. Тут могло укоротнуть все, что угодно, вплоть до убийства отца. Да, потому что если вот это все приложить, Смотрим сюда. Эта часть... На мульте? На мультиконтроллер. Эта часть и процессор, и видео. Все, что угодно. Возможно, замена клавиатуры парня обошлось ноутбук. Но это будет понятно только после дальнейшей диагностики. Какие рекомендации? Если вот такие моменты с клавиатурой, убедитесь, что у вас все-таки все по заводу. Потому что как только вы начинаете свой собственный колхоз, это приводит... Ну, нужно все возвращать. Все, что снял, нужно... Оказалось, самая маленькая пленочка незаметная может действительно быть безумно важной деталью в этом аппарате. Которая защищает безумно дорогой компонент от как раз-таки короткого замыкания. Жаль, очень жаль. А7, возможно, улетел. Ну, надеемся, еще скрестили пальцы, что, возможно, парня пронесло. Но, мне кажется, честно, по опыту работы, когда меняли клавиатуру на свет, то есть это очень распространенная ошибка. Зачастую улетали либо процы, либо видюхи, либо достаточно важные дорогие компоненты, которые обходятся только в копеечку. В общем, момент очень серьезный. Пометили себе и от таких ошибок тоже не допускаем. Ладно, Сашка, надеемся, что твое волшебство поможет этому А7. Если к чему-нибудь придет. Или он придет. Или он придет. Или уже пришел. Или уже пришел. А мы продолжим заниматься некротелей. Это будет, наверное, для этого выпуска последним таким аппаратом. Ванька там, кстати, классный аппаратик. Приобрели сейчас у человека. Вот за этот аппарат, не скажем, 19-го года. Моделька. Восьмилетняя штуковина. И вот, честно, я бы ее спокойно рекомендовал в бюджете до 15 тысяч рублей. А7 3630 QM, 8 гигабайт оперативной памяти. GeForce, по-моему, 635 видюшка на 2 гигабайта должна идти. Да, 635 и 240 SSD. Парень пришел, говорит, заберите за 12 тысяч рублей. Что, я считаю, за такие параметры очень шикарно. Вот, и, собственно, вот до 15-ки спокойно этот ноутбук себя оправдывает без второго времени. Хотя на вид и до 20-ки продает. Но за эти деньги очень надежная модель, которая будет служить долго и счастливо. 4 дра, 8 потоков, GeForce видеокарта, 8 Opera SSD. Просто красота. Ладно, это все, так сказать, будет перекупство. Если можно выразиться так. Но, потому что приходится людей тоже вручать, если техника им уже не нужна. Вот, часто покупаем. И на этом тоже, понятное дело, нам интересно и людям быстро и удобно. Открываем крышку. Здесь какая ситуация? Человек хочет подсобрать тетю, по-моему, своей комп. Сказал бюджет до 15 тысяч рублей. Он сказал, у меня есть корпус, блок питания, даже материнская оплата. Что можно с ним сделать? Открываем крышку. Я еще ни разу не смотрел, не смотрел. И что мы видим? У нас 450 ватт блочок. У нас печаль, материнка, без оперативной памяти, процессор. Давай сразу снимем и посмотрим, что там внутри. Нам нужно решить, что нам сделать. Человеку просто сидеть нужно в интернете и делать. Тут вообще все выключено, непонятно, работает ли это. Есть ли процессор. Но блок питания уже есть, корпус есть, салташный дисковод. В принципе, это тоже имеет ценность, чтобы на сборочке сэкономить. Все пыльно-грязно. И давай посмотрим, что можно с этим сделать. А вы, ребят, в комментариях, потому что это мы не успеем сегодня сделать полностью. Напишите, что бы вы сделали. Вставили в бюджете корд водой Е4500. Вполне все нормально двух ядер, которая потянет без каких-либо проблем. Поскольку у нас видеокарта полноценная тиксовая, без встроенного видеоядра. Сюда можно, в принципе, добавить спокойно 4 гигабайта оперативной памяти. Поставить какую-нибудь простенькую ядерку-затычку. Вставить SSD-ку, накатить систему, и он будет прекрасно работать на той же 7-ке, даже 10-ке на SSD-ке. И выполнять задачи. И тут максимальный такой... Если материнская плата, конечно, рабочая, что я надеюсь... Это 43-й чипсет. Изначально, что даже 4-х ядерок можно будет вставить, и человек будет счастлив. Вот. Вот с такими аппаратами это приходится часто работать. Посмотри, как пыль засасывает и засасывает эта штуковина. Сейчас мы постараемся эту вещь запустить, и я надеюсь, что она живая. И поэтому, возможно, человеку... В принципе, для интернета тут нет смысла бешеные деньги тратить. Можно буквально добавить пару комплектующих, и всё будет огонь. Нормально. Я под концовочку видео сейчас Сашка тоже убежал. А, Сашка! А, да в принципе, господи ты боже мой. Давай, посмотрим. Саша улетел. Я думал, чтоб он показал, раз он у нас тут, как говорится. Ну, собственно говоря, смотрим по процу у нас. О, ну что это такое? 2 Ома. Походу у нас улетел камень. Чтоб вы понимали, грубо говоря, нормально, допустим, должно быть у нас вот хотя бы полтинник с ракет. А здесь у нас просто печаль-беда. Ну, по предварительным, человек, поменяв клавиатуру, что-то заменил, убил себе камушек. Вот эту штуковину. Ну, это, опять же, только так на вскидочку. Конечно, есть ещё некоторые теории, но маловероятно. И теперь, всё-таки, у нас же, надо закончить то, с чего мы начинали. Мы начинали всегда с дешёвых старых системников, которые нужно оживить, помочь людям максимально дёшево превратить в компьютеры. И ты знаешь что? Я был приятным удивлёном, когда я включил блок питания, нажал на кнопку включения. Ты просто посмотри молниеносную реакцию этого старичка. Вот, я не видел никогда, даже современные компьютеры с такой скоростью не постятся. Смотри, нажимаю на кнопку, нажал. Раз, два, три. Картинка. Мгновенно. Я тебе скажу, это просто всё. Он говорит, дайте мне загрузочный диск. На топовых системах такой реакции нет. Это означает, что, слушай, визуально, если мы делаем осмотр материнки, очень аккуратненькая, новенькая батареечка, трёхвольтовая. Отлично, 43 чипсет, мать относительно должна быть надёжная, с хорошеньким камушком двухъядерным. Вставить видюшку, добавить четыре планки оперативки, сказать, вставляем SSD и будет шикарная система под интернет и офис. И человек, я думаю, будет искренне рад. А на этом закончим этот первый 100-тысячный выпуск. Мы растём, развиваемся, это очень-очень круто. Огромнейший всем респект, мужики, девчонки, кто смотрит, кто болеет искренне. Вам только хочется пожелать чего-то тоже действительно красивого, красивых цифр, преодолений каких-то своих собственных желаний, мечтаний. Мы решили все команды. Ну что, Ваня, сейчас у нас рабочий день потихонечку к концу подойдёт. Мы куда побежим? Сначала за куртизанками, а затем барыги за кокаином. И после этого всего... Попробуй провести старт. Да, попробуй провести. Ну надо купить и томатного сока, парочку крылышек из KFC и отпраздновать этот день. Спасибо большое, что с нами. Максимум вам позитива и просто любого доброго человеческого счастья. Ты, кстати, донор нашёл, да? А, что посмотреть? Нет, это пара. Давай для сравнения посмотрим сразу же. Думаю, что он живой? Да бог его знает. Ну, нашёл какой-то похожий. Да, тоже самое. А, тут у нас так уже... Ну, короче, да. Не то мы, собственно говоря, смотрим. Всё. Большущего вам человеческого счастья. Видим с вами в будущем завтра, надеюсь. Всё. Пока-пока. Всё. Всё. Всё.